Здравствуйте, я Святослав Савенков, рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Вместе с вами, а также общественными деятелями нашего района, мы стараемся разобраться с наиболее актуальными и важными вопросами в жизни Одинцовского района. Тема сегодняшней передачи, пожалуй, как никогда актуальна. Мы обсуждаем 1 сентября, готовность нашего района к приему школьников, а также детсадовских ребят. И в наших гостях сегодня Ольга Ивановна Ляпистова, начальник управления Одинцовского района, который занимается образованием. Добрый вечер. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Ну, самый простой, банальный вопрос, насколько, в общем, готов наш район к новому учебному году. Давайте мы с вами обсудим. И сразу давайте небольшую конкретику. Насколько мне известно, сегодня у нас объявлен губернатором нашего региона общеобластной приемный день образовательных различных учреждений, управлений и прочих министерств. Скажите, пожалуйста, сегодня же вы тоже наверняка участвовали в этом. Да, система образования сегодня была активным участником, потому что и управление образованием, все коллеги, которые работают в управлении, плюс все наши образовательные учреждения, это детские сады, это школы, вели прием населения. Прием населения был по разным вопросам, и он осуществлялся с 10 часов утра, официально до 16 или до 17 часов. Но так как шли наши местные жители, мы принимали до последнего посетителя. Поэтому последний посетитель у нас ушел в начало восьмого вечера. В начале восьмого, то есть фактически до семи часов округлим. Да, практически до семи часов. Ну, очень интересно, сколько же вы приняли, получается, за семь часов человек? Ну, за это время вся система образования приняла где-то в пределах 700 человек. И управление образованием 102 человека. И личный начальник управления 27 человек. В принципе, если 700 человек, так округлить получается порядка сотни человек в час. Пропускная способность у вас сегодня была, да. По каким пунктам это осуществлялось? Ну, вопросы были разные. Были вопросы, которые касались индивидуально каждого ребенка или общие вопросы. Ну, первые такие самые легкие, это кто будет вести тот или иной предмет, кто будет классным руководителем, изменился ли списочный состав детей в классе. Ну, и более актуальные, это и самые масштабные, это зачисление детей в школу тех родителей, которые появились в нашем районе совсем недавно. Или купили квартиру, или приехали сюда работать и хотят определить своих детей в наше образовательное учреждение. И, конечно, самыми актуальными вопросами это был вопрос зачисления детей в детские сады наших муниципальных образовательных учреждений. Действительно, это вопросы, которые присылают в том числе и нам в редакцию, это те вопросы, которые в общественную палату часто адресуют. Так что же вы им отвечали? Ну, во-первых, наша система, наверное, одна из самых больших в Московской области. На данный момент у нас 79 детских садов. Из них 64 муниципальных детских сада, 11 детских садов негосударственных. Один из детских садов является частью школы номер 3, то есть он называется Одинцовская средняя общеобразовательная школа номер 3, но есть дошкольное образование. И три детских сада, это федеральных, негосударственных. Поэтому каждый детский сад готов принять наших детей. И, конечно, родителей волновал вопрос. В основном тех, когда их детям на 1 сентября исполняется 2 годика и 9 месяцев, 2 годика и 11 месяцев. То есть срок уже подходит. Срок уже подходит. Тем более, что дети, которым предоставлены путевки, они уже знают, что 2000 где-то 800 детей пойдут у нас 1 сентября в детские сады. И они эти путевки получили. Потому что существует единая информационная система зачисления детей в детские дошкольные учреждения. И на основании этой системы произошла выгрузка из этой программы информации, где вот такое количество детей, которые я озвучила, получат места в наших детских садах. Но так как наш район очень большой и детские сады очень востребованы, часть детей были на данный момент еще не обеспечены местом в детском саду. Поэтому сейчас проводится огромная работа. И мы сегодня ввели разъяснительную работу с каждым родителем, потому что для родителей их ребеночек самый дорогой. И они хотели бы узнать, что им ожидать 1 сентября. Получат они путевку или не получат. Поэтому мы ввели сегодня беседу с каждым из родителей. Ну что же, уважаемые телезрители, на тот случай, если вы хотели бы задать вопрос Ольге Ивановне Ляпистовой, начальнику управления образования Одинцовского района, но не смогли по каким-то причинам сделать это сегодня лично, то телефон 508-86-84. У вас имеется возможность сейчас исправить это в прямом эфире. Ольга Ивановна, давайте продолжим нашу беседу. Понятна ситуация с людьми, которые приехали в наш район и так далее. Но, тем не менее, вообще проблема с очередями в детские сады достаточно неприходящая у нас. Она актуальна. Это актуальный вопрос. Но она решается. И решается достаточно быстрыми темпами. А каким образом? Динамика положительная. Потому что за 2014-2015 учебный год было построено 8 детских садов. Это достаточно большая цифра. Почему? Потому что такое количество садов за десятилетия невозможно было построить ранее. Мы с этой задачей справились. Огромное спасибо главе нашего муниципального района Андрею Робертовичу. Потому что он уделяет огромное внимание системе образования. И особенно нашим детским садам. Плюс сейчас ведется еще строительство детских садов. Мы ждем, что буквально в 2015 году будет запущено еще три детских сада. Что же еще ожидает? Дело в том, что на данный момент мы сейчас работаем с информационной системой. Потому что информационная система нам 2800 мест предоставила детям. Но есть дети, которые тоже хотят и должны пойти в детский сад. Мы сейчас работаем с теми родителями, кому путевка предоставлена, но не востребована. То есть родители не откликнулись на приглашение в управление образования или в детский сад. И за путевкой не явились по той или иной причине. Причины бывают разные. Они поменяли место жительства, но не сообщили в управление образования. Они пошли в какой-то другой детский сад другого района или Москвы. Ну и какие-то другие еще проблемы. То есть на 20 августа. А с 20 августа вот эта информационная система будет открыта. И мы можем посмотреть, какое количество путевок не востребовано. Кто из родителей не явился по той или иной причине за данным документом. Соответственно, эти все места, невостребованные, будут введены в эту информационную систему. И электронная база, вот эта программа информационная, она пригласит родителей, чьи дети стоят в этой очереди первые в каждый детский садик. Это первое. Это называется докомплектование детских садов. У нас их 64 муниципальных. Если даже по одному ребеночку в каждый детский сад, то это уже 64 ребенка. Это уже хороший показатель. Но статистика показывает из года в год, что такое количество детей, конечно, в несколько раз больше. Это первое. Второе. Сейчас выделена достаточно большая сумма средств. Это чуть больше 37 миллионов. Для того, чтобы обеспечить 1070 мест в муниципальных наших детских садах. За счет чего? В течение мая, июня мы провели очередной раз мониторинг по каждому детскому саду. И посмотрели, где мы не нарушим требования СанПИН, докомплектуем детские сады. Что значит докомплектуем? Мы смотрели, в каких группах можно поставить дополнительно кроватки. Если мы ставим эту кровать, то, соответственно, мы должны обеспечить ребенка и мягким инвентарем. Это игрушки, это постельные принадлежности, плюс технологическое оборудование, потому что идет увеличение численного состава детей в каждом образовательном учреждении. И получается, что у нас 1 сентября еще дополнительно 1070 детей получат путевки в наши детские сады. Но на этом мы тоже не остановились. Мы знаем, что это 1070 мест полностью не закроет востребованность в детских садах. Мы предлагаем еще родителям дополнительные группы кратковременного пребывания детей. Это группы трехчасового пребывания, которые совершенно бесплатны для родителей, и группы пятичасового пребывания детей. Когда ребенок в детском саду может находиться с 8 часов утра до 13 часов, это обеденное время. И он получит завтрак, второй завтрак и обед. И все это будет стоить для родителей 75 рублей в месяц, потому что ребенок получает питание. Соответственно, если родители соглашаются на посещение группы кратковременного пребывания трехчасового, они из очереди не удаляются, они находятся в этой электронной базе. Если родители соглашаются на пятичасовое пребывание, то родители, то есть ребеночек, удаляются из базы зачисления ребенка дошкольно-образовательного учреждения. Но он имеет полное право написать заявление. И в этом году, конечно, мы ему не обещаем, но в ближайшее время, так как ведется строительство, мы рассмотрим их заявление по переводу ребенка на присмотр и уход 12-часового пребывания детей в детском саду. В том, где они были или согласятся на пятичасовое пребывание. Скажите, а чем принципиально отличается сокращенный день пребывания в детском саду от полной программы? Ведь, насколько мне известно, дети в детском саду получают не только питание, конечно, и внимание, но также образовательный процесс проходит. Поэтому дети, когда находятся в детском саду полный день, они получают и образование, и присмотр и уход. Это обед, завтрак, ужин, полдник, второй завтрак. Те дети, которые приходят и находятся в детском саду три часа, они получают в основном образовательную услугу. То есть с этими детьми занимаются точно так же, как и с другими ребятами. А пятичасовое пребывание они получают здесь еще больше. Они получают еще вот обед, завтрак, второй завтрак и обед. То есть у них услуга расширяется. Вторая половина дня. Вот почему мы не можем детей оставить дольше? Проблема в том, что мы не можем детям предоставить кроватку. То есть группы небезразмерные. И если положено 25 детей в группе, мы 30 или 38 детей никак не можем оставить на тихий час. Поэтому первая половина дня вместе с этими ребятами возрастной категории они получают и образовательную услугу. А перед тихим часом они уходят домой, то есть их родители забирают. Они не получают сон и не получают вторая половина дня. Это в основном прогулка и небольшое занятие. Но по максимуму образовательных услуг они получают. Это прекрасно. Ольга Ивановна, понятно с объектами, открывшимися недавно. Что с тем, что только предстоит нашему району? Можете ли вы сейчас сказать, сколько объектов строится? И примерно какое количество мест в них имеется? Сейчас очень бурно идет строительство. Это Юдинского детского сада. Бурно идет строительство детского сада по улице Вокзальная. И сейчас по молодежной 24. И тут работа по завершению. Три детских сада. Три детских сада. Эти детские сады где-то более 700 детей возьмут при открытии. Два детских сада. Это Юдинский и по улице Вокзальная. Мы планируем, что в 2015 году они будут введены в эксплуатацию. Вы имеете в виду 700 детей все три? Все три, да. Вместе, совместно. Понятно. Давайте переймем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь и мы вас слушаем. Алло. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотела задать вопросик. Вот у меня ребенку уже три с половиной года. И мы стояли на очереди. Осталось где-то, нам было, наверное, еще две недели. И мы нам не дали места. Вот я хотела задать вопрос. Как вообще, что в этой ситуации делать? Могли бы подсказать конкретно ваше поселение и адрес? Еще раз. Поселение, могли бы свое подсказать? Где вы находитесь? Одинцово. Город Одинцово, да? Да. Ну, Ольга Ивановна, как-то можно прокомментировать, от чего такое случается? Благодаря за звонок. Спасибо за звонок. Звонок этот очень актуальный, потому что действительно у нас городское поселение Одинцово – это самое большое поселение, где находится самое большое количество детей. И, конечно, родители, дети, которым исполнилось три годика и старше, не получили места, они обеспокоены. Поэтому первоначально вот эти 1070 мест, они будут направлены на детей с 3 до 7 лет. Потому что мы сейчас должны исполнить указ президента и всех детей с 3 до 7 лет определить в детские сады. Поэтому мы сейчас изыскиваем все возможные моменты для того, чтобы обеспечить детей данной возрастной категории местами. Поэтому вот и эта мама, я думаю, все-таки тоже попадет в этот список. Потому что если первоначально в это количество 1070 они не попадут, то, значит, при сдаче этих двух детских садов, которые находятся на территории городского поселения Одинцово, эти места будут им предоставлены. Ну что же, Ольга Ивановна, благодарю, что вы к нам сегодня приехали, озвучили ответы на целый ряд актуальных вопросов. Будем следить за успехами Управления образования и с 1 сентября посмотрим, что же получится, а что, к сожалению, нет. Спасибо. Уважаемые телезрители, сейчас я предлагаю вам посмотреть сюжет, касающийся выездных приемных общественной палаты нашего района. Целый ряд вопросов, которые общественники принимали, перекликался с тем, что вы присылаете нам в течение недели. И на некоторые из этих вопросов вам ответят прямо сейчас. Новая общественная палата работает с 12 июля 2014 года. За это время в нее поступило 518 обращений. Для связи с жителями общественники используют телефонную связь, интернет-порталы и живое общение. Теперь пришло время и выездных приемных. Бутует мнение, что общественная палата заседает в кабинетах, в вздушных залах. Жалобы принимаются по каким-то определенным дням, не поймешь, каким. Вот сегодня принимаем абсолютно всех. Суббота, выходной день, и каждый может обратиться с любым вопросом. В общественную палату зачастую обращаются люди, не удовлетворенные работой местных властей или желающие получить консультацию. Немало недовольных жителей пришли к общественникам и в субботу. По стоякам, что у нас потекли и испортился подъезд, с 2012 года чиновники практически ни на что не реагируют. Видимо, они привыкли только с зарплатой справляться, а вот с работой вопрос. Выездной прием по обращениям граждан организовали во всех поселениях района. Работали все восемь комиссий общественной палаты. Предварительные заявки на сайте общественников заполнили 62 человека. Об акции извещали через средства массовой информации и социальные сети. Во-первых, отношение к человеку. Во-вторых, знание законов, так сказать, от А до Я. Спасибо. Побольше бы таких людей и такого отношения к человеку, которого, такого внимания сейчас очень и очень мало. Массу вопросов традиционно вызвал наступающий учебный период. Живу я здесь достаточно давно, 6 лет. Для меня это срок. Лесной городок мне очень нравится. Я прописана в Кубинке. И, ну, насколько я знаю свои права, я имею встать на очередь в детский сад. Три выбрать по Одинцовскому району. Приоритет у меня был лесной городок. Но так сложилось, что мои дети сюда не попали в детский садик по причине того, что заведующая этого детского садика сказала, что не будет набора. Идея организовать выездные приемные уже давно витала в воздухе. Ведь основной инструмент общественников района – это постоянная обратная связь с жителями. Ну что же, прокомментировать работу выездных приемных общественной палаты к нам прибыл председатель комиссии по науке и образованию общественной палаты Одинцовского района Сыворова. Оксана Григорьевна. Оксана Григорьевна, здравствуйте. И снова здравствуйте. Ну что же, принимайте у нас, значит, флажок после Ольги Ивановны. Давайте продолжим разговор о дошкольных и школьных образовательных учреждениях района. Но в первую очередь все-таки поговорим о вашей комиссии, о ее работе в рамках выездных приемных. По поводу чего больше всего спрашивали, что больше всего людей волнует? Ну, больше всего волнует три вопроса. Это медицина, образование и ЖКХ. Эти вопросы волновали всех, кто приходил в день общего приема, общественных приемных 18 числа июля месяца. Работали общественные приемные на протяжении трех часов в каждом поселении, но это, наверное, все уже знают. Я хочу прокомментировать сюжет по поводу мамочки многодетных и ее двух деток, которые стояли на очередности 24-й детский сад. Который в завершении сюжета был, да? Лестный городок, да, беремененная Екатерина. Она, к счастью, с нашей помощью получила путевки в детский сад. И мы получили на общественную палату благодарственное письмо. Лично звонила мне, как председателю комиссии благодарила. Очень приятно, когда помогаешь людям и чувствуешь, ну, как сказать, что ты являешься до них какой-то социаломикой. Что работа идет и что-то получается. И что тебя понимают, что к тебе обращаются. Даже не потому, что ты можешь помочь, а потому, что можешь выслушать. И большинство людей, которые приходили к нам в этот день, именно пришли, чтобы их послушали, чтобы их услышали. И, может быть, чем-то помогли. Может быть, по всем вопросам их обращения, но тем не менее. Поэтому я считаю, что такие приемные должны быть, что они должны работать. И вопросы, которые возникают в ходе этих приемных, они, конечно же, решаются. Не так быстро, как хотелось бы тем, которые люди их задают, но все же в той или иной мере решаются. Оксана Григорьевна, возвращаясь к вопросу, с которым Екатерина к вам пришла, все-таки вопросы-то довольно актуальны. Часто его задают. Расскажите все-таки, а что же случилось и как удалось решить эту проблему? Вы знаете, вот на мой взгляд, как руководитель дошкольного образовательного учреждения, я работаю достаточное количество времени, просто тенденция такова, это хорошая тенденция, что молодые мамочки сейчас рожают детей по третьему, по четвертому. Раньше не было столько семей многодетных. Вот даже по моему образовательному учреждению у меня было 2-3, максимум 10 семей. На сегодняшний день у меня таких 51 семья в пятом микрорайоне. Это хорошо, это прекрасно. Значит, это свидетельствует о том, что люди стали жить лучше. Ну, как бы там ни было, рожать ребенка, это значит на что-то надеяться. В первую очередь на себя и на государство. Поэтому, конечно, проблема очередности в детских садах будет существовать, потому что у нас молодое население, у нас интеграция идет постоянная, иммиграция. Вся Москва приезжает в Одинцово, покупает здесь квартиры, и получается, что мы молодеем, город молодеет. Ну, естественно, количества мест в садах и школах не хватает. Хотя тенденция к застройке идет очень большая и позитивная. Ну, люди-то могут уже и начинают жить в плане, может быть, финансового состояния лучше, стабильнее и так далее. Но ведь наверняка многие задаются вопросом, особенно молодые и перспективные мамы, а стоит ли вообще рожать, если ребенка не получится отдать в детский сад и так далее. Вот как вы считаете, вопрос с этой проблемой все-таки решается? Ольга Ивановна озвучила, что достаточно много детских садов было построено, 8 штук, если не ошибаюсь, только за последние годы. Еще 3 вот прямо сейчас. Даже 2 года не прошло, полутора лет. Да, фактически полтора года, да. Три объекта строятся сейчас. Но сейчас, ну, скажите, все-таки как человек, который работает в данной сфере, этого достаточно сейчас? Нет, этого недостаточно. Недостаточно. Просто тот провал, который был раньше, скажем, определенное количество времени, не существовало такой массовой застройки, он не может восполнить потребности этой проблемы. Это мое личное мнение. И вот сейчас, конечно, я говорю, тенденция к строительству, к застройке такой вот массовой образовательными учреждениями, школы, детских садов, это очень хорошая тенденция. Но есть ли какие-то тенденции хотя бы к улучшению? То есть ситуация, пусть не сегодня, завтра и не через год, но хотя бы в течение каких-то разумных пределов времени. Конечно, мы надеемся на лучшее. И хочется реализовать. Надежда, это прекрасно. Нет, я спрашиваю от вас, как человека, работающего в данной сфере. Я просто вижу, я вижу, есть. Вот я же говорю, что есть тенденция очень большая. Потому что вот на моих глазах на протяжении, скажем, 3-5 лет вообще ничего не строилось, не сдавалось. А тут вот как грибы, эти сады выросли. Ну, потому что я считаю, что за два года такое количество, это большой скачок, большой прогресс. И три сада еще, это даже если брать по минимуму количество мест 200, а сейчас таких садов уже не строят. Потому что новые микрорайоны, которые застраиваются садами, вот восьмой микрорайон, там сад на 340 мест, 360. Сейчас микрорайон Гусарская баллада, там, ой, не Гусарская баллада, прошу прощения, пятый микрорайон, там будет до 400 мест. То есть сейчас сады строят большие, правильно, это рентабельно. Потому что когда маленький, малокомплетный детский сад, так же, как и школа, он в нынешнем времени не окупается, не рентабельно. Поэтому я надеюсь на то, что в любом случае дети получат свое место в дошкольном образовательном учреждении. И вот на сегодняшний момент, 21 числа, вот уже будет доп. выдачи путевок, мы все-таки набираем еще дополнительное количество детей по всему району. Там порядка тысячи человек, если я не ошибаюсь. Да, 1070 с лишним местом, 1071, по-моему. То есть это большое количество детей. Поэтому и надежда на существование наших, не надежда, а уже перспектива существования групп еще пятичасового пребывания, это тоже большой плюс. Потому что дети смогут пребывать в саду не 3, а 5 часов. Естественно, количество времени на осуществление образовательного процесса и на уход и присмотр увеличивается. И в этом году мы стараемся набрать деток, тех, которые к школе хотя бы, вот их подготовить. Это вот будет, скажем так, приоритетный набор. Оксана Григорьевна, возвращаясь к теме выездных приемных, которые Ваша комиссия в том числе организовывала, все-таки по работе комиссии образования и науки, какое поселение, какой участок нашего района оказался наиболее активным? Кого больше всего интересуют вопросы образования и науки у нас в районе? Моя комиссия работала в поселении Лесногородском, Лесной городок. У меня было две точки работы, скажем так, первая точка была на территории храма, там, кстати, где снимался сюжет с Рябининой и Екатериной. Там были очень активные жители, они шли сплошным потоком на протяжении двух часов, двух с половиной. Часу мы даже не могли оттуда уехать, потому что все шли и шли и шли. У нас такое место было, еще проходная детская площадка, там и гуляли. И вы знаете, хочу еще заметить, не в тему, что нашлась одна молодая супружеская пара, которая пришли и нам сказали, мы хотим быть спонсорами, вот наши контактные телефоны, у нас есть малое предприятие, мы хотим помочь, может быть, каким-то детям, скажем, инвалидам или малообеспеченным семьям, которым нужно собрать деток в школе. Так что мы так были этим поражены, что в наше время есть такие люди, это только перед ними можно снять шляпу. Хочу сказать им большое спасибо с экрана телевизора, что они пришли к нам. И возвращаемся к выездной приемным проблемным вопросам. Вот вторая точка, это была школа дружба, там не пришел ни один человек. Вот я не могу, конечно, объяснить. Не хотели своим дружить. Не знаю, да, не могу объяснить позицию, но если здесь было у меня порядка 30 обращений, то там не было ничего. И обращения все, касающиеся именно детского сада, школы и поликлинику. Ну, если это в рамках одного поселения такая ситуация сложилась, возможно, просто одна из точек была недостаточно известна местным жителям. Может быть, но глава-то один, и информация шла непосредственно по всему поселению, поэтому я просто считаю, что не посчитали нужным пойти на территорию школы. Просто там было, наверное, удобнее. Так сложилось, по всей видимости. Да, так сложилось. То есть, получается, лесной городок больше всего вопросов по науке образования задавал. Я не могу не предположить, не связано ли это с ситуацией вокруг школы, которую в данный момент реконструируют. Связано, да. Как раз в этот же день у них проходило там заседание, собрание застройщика в этой школе. Там была активная группа, которые переходили плавно то от них к нам, то от нас к ним. Они оттуда приносили вопросы к нам, а от нас туда несли вопросы. Ну, какова на сегодняшний день ситуация вокруг данного объекта? Ну, насколько я владею ситуацией, объект первым, скажем так, подрядчиком завершен. То есть, все работы, которые касались непосредственно по постройке и возведению этого здания, они завершены. Там остаются только работы, касающиеся материально-технического оснащения и то, что непосредственно необходимо для проведения образовательного процесса. Ну, у меня, насколько известно, там два объекта. Реконструкция старого здания, а также постройка нового. Да, да. На данный момент дети будут приниматься в старое здание. В старое здание, да. Но оно реконструировано таким образом, что отвечает теперь всем нормам Санпина. И будет... Но именно о Санпине вопросы-то задают люди, их интересует, все ли там действительно правильно. То есть, судя по тому, что вопросы возникают, очевидно, какая-то все-таки какая-то почва для этого сомнения возникала у людей. Но в любом случае, Святослав, все объекты принимают комиссионы. И в комиссии принимают участие специалисты, которые компетенты в таких вопросах. Поэтому я не могу здесь судить, насколько соответствует, не соответствует. Это уже будет выяснять комиссия, соответствует ли это все стандартам, либо не соответствует. Но на данный момент планируется 1 сентября начать работу именно образовательного учреждения в старом объекте, реконструированном. Да, насколько я знаю, да. Скажите, сколько вообще детей сможет посещать это здание? Не могу вам точно ответить, что-то около 600, наверное. Порядка 600, да? Да, не могу точно сказать цифру. Надо предполагать, что это вряд ли сможет вместить всех желающих учиться. Ну, для этого и стали достраивать. Группы, я так понимаю, как раз-таки будут вводиться по этому поводу. Известно вам, сколько там будет групп второй смены? Нет, у меня пока нет такой информации. И вторая смена там была, и она, наверное, останется до момента открытия нового здания. В любом случае построили новое здание для того, чтобы ликвидировать вторую смену. А новое здание, которое строят, оно по вместительности будет сопоставимо с тем, который вот сейчас начнет свою работу, или оно будет больше? Больше мощней, естественно, конечно. То есть планируется как-то решить вопрос именно за счет нового строения? Да, за счет миграции населения, опять же, и за счет того, чтобы разгрузить вторую смену. Ну что же, Оксана Григорьевна, я благодарю, что вы к нам сегодня пришли. Еще один вопрос, не могу себе не позволить задать. А все-таки вот эти общественные приемные, наверное, показали, что люди доверяют общественной палате. Да, это очень приятно. Что думаете, будет ли эта тенденция продолжаться? Будет. Мы на заседании нашей общественной палаты на очередном поднимали этот вопрос и решили, мы сначала думали, как запустить экспериментальный такой вот выезд. Если он окажется, скажем так, положительным, результат этого выезда, то мы планируем проводить это хотя бы ежеквартально. Ежеквартально, да. Да, ежемесячно это очень часто, это просто не обработать всю информацию, которая проступает. Потому что вот мы, я, например, дала себе срок своей комиссии в течение месяца, в течение месяца все равно не получается, потому что всплывают какие-то одни вопросы, потом они перерастают в другие, получается цепь. Вот, поэтому в течение месяца это очень сложно. Да, конечно, раз в год это, конечно, слишком мало. Ну что же, повторно. Благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Будем следить за вашими успехами и посещать круглые столы, которые проводят комиссии по науке и образованию общественной палаты. Милости просим. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Разберемся». Сегодня мы говорили о детских садиках, школах, а также, в принципе, готовности Одинцовского района к новому учебному году. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю.